Уважаемые коллеги, депутаты, госпожа министр, у меня 7 минут, я не могу себе позволить тратить время на обсуждение 5 минут. Хороший кик, у плохой дадон, кто что, президентура, это обычно делается тогда, когда нечего сказать по существу. А нам есть что сказать, и мы это делаем. Что касается бюджетов, это бюджет 21 дня. 14 ноября правительство вступило в работу, сегодня бюджет обсуждается в первом чтении. До сегодняшнего дня 21. Хотя он должен был быть по закону, поправьте меня, в октябре месяце здесь. Мы должны были уже его обсуждать. Где он был, никто это не знает. Это так, к слову. Дальше. Я специально распечатал проект бюджета, который нашел предыдущего министерства. Там четко написано, индексация 4,8% и ЕПЧ, индекс потребительских цен 5,7%. Поэтому я понимаю, вы критикуете сами себя, и это правильно. Люди должны это знать. Дальше. Важный момент. Чем отличается этот бюджет от других бюджетов? Во-первых, это бюджет развития. Бюджет более защищенного человека, чем то, что было до этого. И это важно. Когда мы говорим о социальном бюджете в этом году, мы не говорим как о бюджете замороженных расходов, которые были раньше. Мы говорим о бюджете новых социальных инструментов, новых идей, новых подходов. И это видно из того, что представила госпожа министр. Не буду перечитывать здесь масса-масса тех инструментов, которые не были. Дальше. Следующий вопрос. У нас есть проблема с демографией, и никто не отказывается от нее. Но то, что правительство перечисляет огромные суммы из госбюджета в поддержку социального бюджета, это говорит о высоком стандарте социального бюджета. И это надо запомнить, коллеги. Это очень важно. Следующий вопрос. Что касается момента перерасчета пенсий. Дважды в год. Ну такого же никогда не было, давайте признаемся честно. Никогда не было. Ни у прошлого правительства, ни у позапрошлого, ни у позапоза и так далее и тому подобное. Не было. Деньги сейчас нашлись. И как показала практика, то, что мы обещаем, то мы делаем. И это очень важно. Очень важно, что мы сократили срок. Это из новых инструментов по перерасчету пенсий для работавших пенсионеров. Их, как сказала госпожа министр, более 160 тысяч. И в этом году будет два этапа, что очень важно. И до 2023 года это все будет сделано не до 2027, как было раньше. Минус 4 года. И мы это сделали. Важный вопрос это инвалидов. Я помню, в том году поднимали пособие для инвалидов, но это было на уровне 10%. В два раза. Для инвалидов поднято пособие. В два раза. А для инвалидов первой группы в два с половиной. Я прошу, пожалуйста, вот те, кто не успел прочитать бюджет, запишите себе. Чтобы потом можно было цитировать. Следующий очень важный момент. То, что в бюджете помимо традиционных выплат, есть и нестандартные подходы. Сегодня, к сожалению, в этом зале пытались ввести в заблуждение и рассказывали про 50 лей. Я скоро уже буду называть фракцией 50 лей. Смешно, коллеги. У нас есть социальный инструмент 700 лей на праздники. Простая математика. 12 месяцев по 50 лей – это 600 лей. Разово – это 700 лей. Дальше. А вы задумывались софт, сколько стоит администрировать эти 50 лей? Вон там сидят специалисты, они вам подскажут, сколько это денег стоит, сколько стоит электронная система, человеческие ресурсы, и сколько гражданин раз должен пойти минимум 12 раз на почту или в банк и получить эти деньги. А здесь он получает это сразу. Это очень важно, поэтому здесь мы должны быть честными, а не юлить и пытаться что-то сделать. Можно говорить много о том, что заложено в этом бюджете, это мер очень много. Но давайте будем и критичны к самим себе, и скажем, что у нас есть определенные проблемы, которые нам тоже решать надо на сегодняшний день. Кстати, если вернуться к вопросу о том, что было в проекте того бюджета, который не попал в парламент осенью этого года, и в этом проекте, который сегодня будет голосоваться в первом чтении, в том числе, я надеюсь, и фракции справа, которая единогласно поддержала в первом чтении на уровне обсуждения в комиссии, то хочу отметить, что те инструменты, которые говорили 10 мессур в том бюджете были заложены, они были скатаны. Я уже это доказывал документами. Я уже это доказывал. Сейчас еще больше вещей, которые мы предложили. Да, может быть, недостаточно. Да, может быть, нужно больше. Никто же не спорит об этом. Но мы должны исходить из реальных денег, а не ждать от того, что нам кто-то поможет. Это очень важно. Что касается задач, которые мы должны, я считаю, в будущем году особо подумать над этим. Первое. Это категория пенсионеров до 99-го года. К сожалению, в этом бюджете мы их недостаточно отметили. И это надо понять, нам надо над этим поработать, потому что их около 100 тысяч. Но надо быть честными, что эти люди первые получили перерасчет пенсии, те, кто работал. Это тоже какое-то количество людей. То есть работа в этом плане идет. Что касается, важный вопрос, я уже говорил об этом по санаториям. Это очень важно, потому что люди жалуются. И это проблема старая, ее надо сейчас все-таки начать решать. Что касается вопроса обеспечения специалистами, примари, которые бы занимались вопросами детей из неблагополучных семей. Закон номер 140, госпожа министр. Вы начинали этот проект когда-то, сейчас его надо продолжить, потому что примарям надо помочь. Что касается демографической ситуации. Вы помните, у нас всех был проект «Семейный капитал». И вот тоже нужно подумать, как вернуться к его обсуждению, для того, чтобы с будущего года изыскать финансы и внедрить его. Проект «Семейный капитал». Есть такой социальный инструмент, я потом дам почитать. Очень важен вопрос, что касается момента детей улиц, так называемых. Сейчас идет зима, тоже с этим надо подумать, это очень важно, потому что потом будут кто-то критиковать нас по этим вопросам. И самое главное, уважаемые друзья, что реализация этого документа зависит от всех нас. И не надо перекладывать ответственность с одного на другого человека. Все мы сегодня проголосуем, я очень надеюсь, что единогласно за этот проект бюджета. И поэтому нам всем вместе его выполнять. Спасибо большое.